Общее сведение. Маниакально-депрессивный психоз или МДП – психическое расстройство, при котором наблюдается периодическое чередование депрессий и мании, периодическое развитие только депрессии или только мании, одновременное появление симптомов депрессии и мании либо возникновения различных смешанных состояний. Впервые болезнь в 1854 году независимо друг от друга описали французы Б. Яржи и Фалера, однако официально МДП был признан самостоятельной нозологической единице только в 1896 году после появления работ Крепелина посвященных этой тематике. До 1993 года заболевание носило название «маниакально-депрессивный психоз». После утверждения МКБ-10 официальное название болезни изменили на «биполярное аффективное расстройство». Это было обусловлено как несоответствием старого названия клинической симптоматики. МДП далеко не всегда сопровождается психозами. Так и стигматизацией, своеобразной печатью тяжелой психической болезни, из-за которой окружающие под влиянием слова «психоз» начинают с предубеждением относиться к пациентам. Лечение МДП осуществляют специалисты в области психиатрии. Маниакально-депрессивный психоз – причина развития и распространенность маниакально-депрессивного психоза. Причины возникновения МДП пока окончательно не выяснены, однако установлено, что заболевание развивается под влиянием внутренних, наследственных и внешних, средовых факторов, при этом более важную роль играют наследственные факторы. Пока не удалось установить, каким образом передается МДП одним или несколькими генами, либо в результате нарушения процессов фенотипирования. Существуют данные, свидетельствующие как пользу моногенного, так и пользу полигенного наследования. Не исключено, что одни формы болезни передаются при участии одного гена, другие – при участии нескольких. К факторам риска относят меланхолический тип личности, высокая чувствительность в сочетании со сдержанным внешним проявлением эмоций и повышенной утомляемостью, стататемический тип личности, педантичность, ответственность, повышенная потребность в упорядоченности шизоидной тип личности, эмоциональная монотонность, склонность к рационализации, предпочтение уединенной деятельности, а также эмоциональную неустойчивость, повышенная тревожность и мнительность. Данные о связи маниакально-депрессивного психоза и пола пациента разнятся. Раньше считалось, что женщины болеют в полтора раза чаще мужчин, согласно данным современных исследований, монополярные формы расстройства чаще выявляются у женщин, биполярные у мужчин. Вероятность развития заболевания у женщин увеличивается в периоды изменения гормонального фона во время менструации, в послеродовом. В эклимактерическом периоде риск возникновения болезни также повышается у тех, кто после родов перенес любое психическое расстройство. Информация о распространенности МДП в популяции в целом также неоднозначна, поскольку разные исследователи используют различные критерии и оценки. В конце 20 века зарубежные статистики утверждали, что маниакально-депрессивным психозом страдает 0,5-0,8% населения. Российские специалисты называли чуть более низкую цифру 0,45% населения и отмечали, что тяжелые психотические формы заболевания диагностировались лишь у третьих пациентов. В последние годы данные о распространенности маниакально-депрессивного психоза подвергаются пересмотру, согласно новейшим исследованиям. Симптомы МДП выявляются у 1% жителей Земли. Данные о вероятности развития МДП у детей отсутствуют из-за сложности использования стандартных диагностических критериев. При этом специалисты считают, что во время первого эпизода, перенесенного в детском или подростковом возрасте, болезнь зачастую остается недиагностированной. У половины пациентов первые клинические проявления МДП появляются в возрасте 25-44 года, у молодых преобладают биполярные формы у людей среднего возраста у неполярные. Около 20% больных переносят первый эпизод возрасте старше 50 лет, при этом наблюдается резкое увеличение количества депрессивных фаз. Классификация маниакально-депрессивного психоза В клинической практике обычно используют классификацию МДП, составленную с учетом преобладания определенного варианта аффективного расстройства, депрессии либо мании и особенности чередования маниакальных и депрессивных эпизодов. Если у пациента развивается только один вид аффективного расстройства, говорят об униполярном маниакально-депрессивном психозе, если оба – о биполярном. К униполярным формам МДП относят периодическую депрессию и периодическую манию. При биполярной форме различают четыре варианта течения, правильно перемежающиеся, наблюдается упорядоченное чередование. Депрессия и мании Аффективные эпизоды разделены светлым промежутком. Неправильно перемежающиеся, наблюдается беспорядочное чередование депрессии и мании, возможно, два или более депрессивных, либо маниакальных эпизода подряд. Аффективные эпизоды разделены светлым промежутком. Двойной депрессия сразу сменяется манией, либо мания депрессии. За двумя аффективными эпизодами следует светлый промежуток. Циркулярный – наблюдается упорядоченное чередование депрессии и мании, светлые промежутки отсутствуют. Количество фасу конкретного пациента может варьировать. У одних больных наблюдается всего один аффективный эпизод в течение жизни, у других – несколько десятков. Продолжительность одного эпизода колеблется от недели до двух лет, средняя продолжительность фазы составляет несколько месяцев. Депрессивные эпизоды возникают чаще маниакальных, в среднем депрессия длится втрое дольше мании. У некоторых больных развиваются смешанные эпизоды, при которых одновременно наблюдаются симптомы депрессии и мании либо депрессия. И мания быстро сменяет друг друга. Средняя продолжительность светлого промежутка – 3-7 лет. Симптомы маниакально-депрессивного психоза. Основными симптомами мании являются двигательное возбуждение, подъем настроения и ускорение мышления. Выделяю три степени тяжести мании. Для легкой степени гипомании характерно улучшение настроения, увеличение социальной активности, психической и физической продуктивности. Пациент становится энергичным, активным, разговорчивым и несколько рассеянным. Потребность секси увеличивается, во сне уменьшается. Иногда вместо эйфории возникает дисфория, враждебность, раздражительность. Продолжительность эпизода не превышает нескольких дней. При умеренной мании, мании без психотических симптомов, наблюдается резкий подъем настроения и существенное усиление активности. Потребность во сне практически полностью исчезает. Наблюдается колебание от радости и возбуждение к агрессии, подавленности и раздражительности. Социальные контакты затруднены. Пациент Россия постоянно отвлекается. Появляются идеи величия. Продолжительность эпизода составляет не менее 7 дней. Эпизод сопровождается утратой трудоспособности и способности к социальным взаимодействиям. При тяжелой мании, мании с психотическими симптомами, наблюдается выраженное психомоторное возбуждение. У некоторых больных отмечается склонность к насилию. Мышление становится бессвязным, появляются скачки мыслей. Развиваются бред и галлюцинации по своему характеру, отличающиеся от аналогичных симптомов при шизофрении. Продуктивные симптомы могут соответствовать или не соответствовать настроению больного. При бреде высокого происхождения или бреде величия говорят о соответствующей продуктивной симптоматике. При нейтральных – слабо эмоционально окрашенных бреде и галлюцинациях, а не соответствующей. При депрессии возникают симптомы противоположной мании, двигательная заторможанность, выраженное снижение настроения и замедление мышления. Пропадает аппетит, наблюдается прогрессирующая потеря веса. У женщин прекращается менструация, у пациентов обоих полов исчезает сексуальное влечение. В легких случаях отмечаются суточные колебания настроения. Утром выраженность симптомов достигает максимума, к вечеру проявления болезни сглаживаются. С возрастом депрессия постепенно приобретает характер тревожной. При маниакально-депрессивном психозе может развиваться пять форм депрессии – простая и похондрическая, бредовая, ажитированная и анестетическая. При простой депрессии выявляется депрессивная триада без других выраженных симптомов. При похондрической депрессии возникает бредовая убежденность в наличии тяжелого заболевания, возможно, неизвестного врачам или постыдного. При ажитированной депрессии отсутствует двигательная заторможанность. При анестетической депрессии на первый план выходит ощущение болезненного бесчувствия. Больному кажется, что на месте всех ранее существовавших чувств возникла пустота, и эта пустота доставляет ему тяжелые страдания.